Эту наколку делали в Аганистане еще тогда. Это чеченская футболка. Договорились с ребятами, сделали у нас все одинаковые. За ВДВ, да. На левой руке. Третий тост, когда дома отмечаем праздник, ну и даже не дома, третий тост мы обязаны поднять за наших павших братьев. Это разведка, чтобы всегда помнить, знать, кем я являюсь. Здесь парашютист и горы. Жизнь наша, когда прыгали. А мы пехоты Путина. Расскажите про вашу татуировку. Эмблема полка. Что она еще может обозначать? Год службы. Помните о службе? Все, кто делал, не помню. Это было давно, очень давно. Струна и гелевая ручка, смешанная с обычной пастой. Все. Сделал татуировку в своем полку, но она означает мужество, силу и власть наших войск. Ну, видите, вертолет, так как вертолет на десанта, что ДШБ буквы и орел, символ бригады. 88-й год начала службы и бесконечность, окончания срока службы нет. Изображен тигр. Над тигром я решил изобразить еще самолет Ил-76. И, как видно, здесь еще десантируется парашюты. Ну, в общем, немножко творчества. В нашем бате можно было изображать тигра и медведя. У меня тигр, потому что я родился в год тигра. Это было в 93-м году. Это рукой иголка колодит. Это очень было больно. Кровь текла, и все это текло. Ну, однако, все выдержало. Вот. Никто, кроме нас, ребята. Никто, честное слово. Девятый рот осмотрели? Я в четвертый служил. 345-й полк. Востротин, командир полка, герой Советского Союза. Это понятно? Как раз всем своим привет передашь. Это точно. Армия рожденных строков. Армия Борнстопс. Понятно? Первым прыжком мы определились, какие-то рывки будем делать, а потом набили. После первого прыжка, после принятия присяги. Это означает мужество, качество, успех. И смерть колется на удачу, если она стропы не перерезает. Семь прыжков. 56-я бригада. ВДВ, ДМБ, Каратей, ГУЗ, полтора, Чечня, война. Вся хуя. Короче, вот так вот скажем. Слава тебе!